Распевка Это победа на многочисленных конкурсах и путевка на шоу «Ну-ка все вместе» на федеральном канале. Одинцовские звездочки должны были не просто выйти на сцену перед телекамерами, а заразить народное жюри. Ни много ни мало – 100 человек. Мне там очень понравилось, потому что это какой-то новый опыт для меня. Я там пела перед сотней, перед членами жюри. Мне очень понравилось. Она очень многому научилась. Это не только работа, я имею в виду, над голосом, над произведением, над песней, которую она исполняла. Это знакомство и с режиссерами, и с музыкальными редакторами, и со съемочной группой, площадкой. Это большой опыт для ребенка. Софья Калугина пришла в студию «Дети солнца», когда ей не было и пяти. Мама вспоминает, Соня всегда что-то напевала. А вот Тая Гордонова сначала все силы тратила на художественную гимнастику. И только в первом классе по совету учителя решила заняться вокалом. Соня, она сразу себя проявила. Она уже в шесть лет у нас первый раз поехала. Мы в Устюг ездили на конкурс. Она там уже себя проявила и пела свою первую песню «Микки Маус». Тая пришла, по-моему, когда училась в первом классе. Но тоже яркая такая девочка. Сразу тоже заявила о себе, и она прям гигантскими шагами у нас за несколько лет поднялась. Хорошие вокальные данные, мощная энергетика и умение вести себя на сцене. Юным певицам из Одинцова удалось очаровать народное жюри. Софья и Таисия успеху несказанно рады, но понимают – это только начало. Работы впереди много. Пока симптомов звездной болезни у девочек не наблюдается. Впрочем, за этим пристально следит педагог. Я им так и говорю. Вы сделали лишь маленький-маленький шаг. Дальше очень будет сложно. Надо уметь устоять на ногах, уметь удержаться, уметь не останавливаться на достигнутом. А останавливаться солистки студии и не собираются. Обе подумывают связать свою жизнь со сценой. Хотя у Сони есть небольшие сомнения. Уж очень привлекательна профессия педиатра. Но и здесь любовь к музыке наверняка пригодится. Она поможет найти подход к маленьким пациентам. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.